Тропические леса Амазонии подвергаются хищнической эксплуатации. Деревья вырубаются там под пастбищей и плантацией. Согласно последнему исследованию, десятую часть ответственности за это несет Евросоюз, импортирующий из Бразилии мясо, сою и кукурузу. От уничтожения легких планеты страдает все ее население, но особенно местные жители. Представители коренных народов ведут компанию в защиту Флоры. В 2019 году 30 таких активистов погибли. Динамом Тукса из числа уцелевших. Мне угрожали. Я по-прежнему нахожусь в опасности. Моим родственникам и моим друзьям угрожали. Мы живем в постоянной панике и страхе, потому что не можем полагаться на защиту государства. У меня были друзья, убитые в ходе этой борьбы. Мы не можем расслабиться, не можем терять бдительность. Мы всегда должны быть на чеку. Кто нападает на местных экологов, до сих пор не выяснено. Но французский евродепутат Мишель Реваси подозревает сельскохозяйственных производителей, которым они мешают. Фермеры получают пестициды для обработки своих культур, но используют их как оружие. Они распыляют пестициды с самолетов над деревнями, обрекая их обитателей на болезни, медленную смерть или бегство. Особенно уязвимы перед этим пестицидным оружием коренные народы, живущие в округе. Чтобы пресечь эту преступную практику, несколько фракций Европарламента призывают ЕС отказаться от торгового соглашения с Союзом Меркосур, в который входит Бразилия. Этого добивается и защитник коренного населения Амазонии и её природы. Динамо Амтукса считает, что такое давление на Южную Америку в интересах европейцев. Международное сообщество, в том числе европейское, должно защищать коренные народы, их территории и нас, поскольку мы боремся за то, чтобы остановить изменения климата и глобальное потепление. Наш вклад приносит пользу не только тем, кто живёт на этих территориях, но и всему человечеству. Многие евродепутаты хотели бы принять закон, запрещающий импорт продуктов, произведённых на месте вырубленных лесов, а также позволяющий отслеживать такие продукты по всему миру.